МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе живут великие художники, не менее великие комбинаторы, музыканты, поэты, юмористы. Да, все они живут в Одессе, даже если давно поселились в каких-нибудь других городах мира. Как-то так получается, что Одессит всегда и везде Одессит. Другой акцент в нем не уживается, а интонации ни с чем не спутаешь. Мы пригласили в гости режиссера Александра Бруньковского, естественно, Одессита. И об этой особой одесской интонации сейчас и поговорим. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады, что вы к нам пришли. Мы очень хотим поговорить об этом замечательном городе, об Одессе. Скажите, а вы сейчас часто там бываете? Бываю не часто, к сожалению. Но мысленный мой взор всегда там, и ко всему же там живут мои родственники. И, конечно же, я все знаю. То есть все знаете, это все сплетни, что вы говорите про соседей, как это обычно бывает. Ну, не то, что сплетни. Но, во всяком случае, то, что мне могут рассказать из первых уст. Самые последние известия из первых уст. А не через средства массовой информации. А какой вы помните Одессу? Какой вы любите Одессу? Ну, в первую очередь, это Одесса моего родного переулка, который... Купальный переулок рядом с парком Шевченко. Это совершенно потрясающее место. И, казалось бы, очень маленький переулок. Но в нем происходило огромное количество событий. Например, там снимался фильм «Раба любви». Я очень хорошо помню, да, как вот что-то такое происходило. Я был совсем маленький, но это было интересно. Там снималось вообще очень много фильмов. Даже в нашем переулке. Я уже не говорю обо всей Одессе, потому что, в общем-то, Одесса – это такая съемочная площадка. Книметографический город. Книметографический город, конечно. А вы свой фильм сейчас снимаете тоже в Одессе? «Интонации большой Одессы». Вот «Интонации большой Одессы». Что я вам хочу сказать об этом? Замысел оригинален. Над этим уже подтрунивали. И один даже человек мне сказал... Я говорю, я вот снимал уже свой фильм вот там, там, во Франции, в Берлине, в Греции. На что один одессит, конечно же, подошел ко мне и сказал, скажите, а вы в Одессе не пробовали снимать? Ну, это такая, да. Конечно же, такая подначка. Подождите, вы правда не снимали в Одессе фильм про Одессу? Пока еще нет. Ну, собираетесь. Ну, я собираюсь снимать, но... То есть вы послушали совет, да? Я все-таки послушал совет и подумал, да, все-таки неплохо было бы. Но я не хочу раскрывать все секреты замысла, но замысел, повторяю, очень, ну, так скажем, особенный. И он заключается в том, что я снимаю Одессу как некое воспоминание, как некий взгляд со стороны. Дело в том, что Одесса, она же многодетная мама. Она никогда не могла оставить у себя всех своих детей. Обязательно либо первенцы, либо самые сильные должны были уезжать, просто не было места больше. Мы счастливо жили в Одессе и счастливо из нее уехали. Она тот город, который построен, создан для того, чтобы, может быть, создать счастье и воспоминания. Я обычно объясняю это существованием моря. Я объясняю интерес такой, что там за морем. И, конечно, этот город возбуждающий воображение, силы. Но это не город, воплощающий твои мечты. Это не город, воплощающий твои мечты. Это сильный удар, полученный тобой на всю оставшуюся жизнь. Я смотрю на Одессу издалека, и не только я, мои герои. А вот так кто они, ваши герои? Ну, конечно же... Это одесситы. Это одесситы, безусловно, одесситы, которые волей судьбы живут не в Одессе. Они живут в Москве, в Париже, в Берлине, в Греции, в Вене. И те места, и те города, в которых они сейчас живут, они не случайны. Они не случайны, потому что это как раз те города, из которых, так можно сказать, взяты прообразы Одессы. А такие люди, о которых мы знаем, Карцев, Жванецкий, которые тоже участвуют? Да, Михаил Михайлович Жванецкий, безусловно, участвует в нашем фильме. Безусловно, Карцев, ребята из квартета И, это и Леонид Барац, и Слава Хаид, они тоже, конечно же, снимаются в нашем фильме. Дора Шварцберг, это очень известная скрипачка мирового масштаба, которая живет в Вене. Шафажинская, это такая звезда оперной сцены. Поэтому люди, во многом реализовавшиеся в разных областях искусств, науки, в каких-то, может быть, других видах деятельности, но все они свое начало брали в Одессе. И учились там, как правило, и родились там. Но сейчас получается, что Одессит, это какая-то уже своя национальность? Ну, так можно сказать, поскольку это колоссальный сплав. Ну, как вот, это колоссальный сплав. Но обычно, когда ты спрашиваешь что-то у Одессита, он говорит, я Одессит. Он не говорит, я там русский, я украинец, или какой-то еще. Ну, конечно, ну, конечно, ну, конечно. Другой национальности. Говорит именно Одессит. Безусловно, я говорю, потому что это сплав, и потому что это пропитка, особая пропитка. Потому что в воздухе носится вот эта, ну, и легкость, и разные культуры. Отсюда, конечно же, Одессит. Ну, что ж, Москва, 89-й год, январь, минус 28, и мы с Лешей стоим на перроне на Киевском вокзале, встречаем поезд, который везет нам еду. Наши мамы сложили нам посылку с едой. Они мне подарили паспорт, я можем нажать им кнопки и изменять год рождения. Обороты речи потрясающие. Это же мама мне говорила, я тебе сейчас дам, так ты у меня будешь иметь. Кто это может такую фразу придумать? А это все понимали. Подхожу к муфетчице, говорю, слушайте, у вас там в пирожке, который я взял, там белевая пуговица. Она мне говорит, ну, что ж вы хотите, что вам за рубль, тогда рубль пирожок, еще туда бы и отрез положили. Главный акцент все-таки нашего фильма, он заключается в том, что мы все-таки больше говорим, ну, скажем так, не об Одессе. Всем очень хорошо известны там Одессе бендюжников с таким особенной речью и так далее. А все-таки Одесса как срез колоссальной на самом деле культуры. Надо не забывать о том, что Одесса вообще была сделана сразу с некоторым перекосом, я бы сказал. Каким перекосом? Спросите меня, с каким. С каким перекосом, Семенов? А перекос заключается в том, что, ну, представьте себе, город, который построен практически голая степь, берег, море. Ничего нет. Ну, замечательное место, по-моему. Замечательное место. Знаете, как сейчас модно делать какие-нибудь там парк в английском стиле строить. Ну, тоже решили так, Екатерина решила построить такой коттеджный поселок, говоря современным языком. А на самом деле, действительно, это был проект, действительно, Одесса была нарисована. И вот представьте, на этом голом месте строится, начинает все строиться. И когда городу всего лишь 10 лет, 10 лет, это для человека, это абсолютное детство, а для города 10 лет это почти ничто, начинает возводиться колоссальный оперный театр. Но тогда его не называли оперным. Тогда его просто все называли городским театром. Ну, казалось бы... Потрясающей красоты здания. Да, потрясающей красоты здания. Но это здание, которое вы сейчас знаете и знает уже весь мир. Но на самом деле, первый театр был очень похож на Большой театр в Москве. И он был вот с таким фронтоном, типично греческим, с колоннами. Ну, похож на такой греческий храм. Но он был очень большой. И в чем особенность? Особенность заключалась в том, что театр был на самом деле на 800 мест. 800 мест. А кто туда ходил? Вот, хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Все 800 жителей города. Все 800 жителей города ходили в театр. И знаете почему? Потому что когда император спросил градоначальника, послушайте, почему в этом маленьком крошечном городе, где стоит несколько домов, несколько улиц прекрасных во французском стиле, а дальше уже степи и суслики бегают, пищат, почему вы строите такой колоссальный театр? И столько требуете денег на него. И тогда градоначальник сказал, чтобы разбою не было. Воровства и так далее, и так далее. То есть он не начинал с тем, что это изящно, красиво. Это все само собой. И недаром в Одессу в оперу ходили даже грузчики, как говорят. И поэтому в Одессе каждый портной, цирюльник знали прекрасно оперные партии. И могли слышать, и говорить, э, нет, это не товар. Это фальшивит. Это фальшивит. И иногда из мастерских, где там что-то шили или что-то там делали, слышались, как пишут современники, такие арии, что уж на сцене, извините, надо было соответствовать очень высоко. Когда ждать выхода вашего фильма? Вот сейчас с моим продюсером Сусаной Альпериной мы пытаемся закончить фильм. Это трудно сделать. Но мы люди 21 века. И мы прибегли к краудфандингу. Это такой сбор пожертвований на одной из самых больших платформ планета.ру, которая помогает нам собрать. И потенциальные зрители, и те, кто заинтересован в этой картине, уже помогают нам. Ну все, мы ждем тогда с нетерпением его выхода. А вас благодарим за это интервью. Спасибо вам. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok